Привет, я Шоки. Сегодня мы с Амункерой решили поиграть на Сабир Шоки. Мы сделали огромное количество обновлений, и я не могу о них не рассказать. Поэтому, если тебе интересно стать лучше в CSGO, если ты не знаешь, где тренироваться или развлекаться, то я тебе советую посетить наш проект и посмотреть этот ролик, где я тебе объясню от начала до конца, что мы такое и что мы сделали нового. Поверь, тебя это заинтересует. Приятного просмотра. Скажу сразу, ребят, у нас уже полмиллиона игроков в месяц уникальных. И спасибо большое всем. Если бы не ты, этого всего бы не было, на самом-то деле. Потому что, выходя на Европу, я понимаю, что без аудитории делать какой-то проект вообще просто невозможно. Это просто невозможно. Ладно, всё, мы улетели играть. Мы сделали обновление дизайна. Это полностью редизайн. Если менюшка была раньше наверху, сейчас она слева. Так, вот как выглядят сейчас менюшки по серверам, по режимам. Их у нас огромное количество, 23. Если ты любишь играть с читами, заходишь на ХВХ. Если ты любишь прыгать, заходишь на БХОП, стреляться, арена, ну, именно АИМКи. В десматче, если ты 10-й левел фейс, то ты можешь играть на серверах, где только такие игроки, только 10-й левел играют. Это очень круто. Мы только на любой режим. Давайте выберем АВПДМ. АВПДМ. И вот люди на сервере номер 7. Тут открывается список людей, сколько они поиграли на сервере, какое у них количество убийств, их аватарки и так далее. То есть, это удобно. Рано или поздно тебе это поможет. Дальше. Справа у нас появилась сортировка. Если ты non-prime, ты ставишь вот такую вот галочку. Если ты prime, ставишь так. То есть, у нас, мы принимаем всех игроков. Всех. Главное, чтобы не пират. Так, у нас три локации. Германия, Казахстан и Россия. Это очень удобно. Чел из России, чел из какой-либо другой страны, он может у нас играть, если из СНГ. Сейчас мы добавим Дальний Восток. Нужно подождать. Есть сортировка по названию онлайну. Раньше ее адекватно не было. И выбрать можно, где ты хочешь поиграть, к примеру, тот же Deathmatch. Может быть, на карте Вертига ты выбираешь и играешь на Вертига. Идем дальше. И сейчас я вам покажу другие вкладки. Мы очень сильно стивили круто премиум. Сейчас у нас около тысячи премиум игроков. И мы хотим сделать больше. Мы хотим сделать, чтобы было бы как минимум тысяч пять. Поэтому мы оставили цену такую же, но стивили очень много крутых фич. Во-первых, у вас появляется премиум тег. Дальше у вас множитель опыта. Х2. У вас есть дроп скинов. Напоминаю, сейчас у вас будет момент, что это такое. Что такое дроп скинов? Это уникальная система, которую мы реализовали. Играя у нас на проекте, вы можете в конце катки выбить себе скин. Может быть драголор, может быть перчатки. Короче, сейчас будет у вас момент. И некоторые фразы об этом моменте. Этот дроп появляется у тебя на сайте в профиле. И ты можешь по кнопке его забрать и вывести себе в стим. Это настоящий драголор. Ну, к слову. И он будет падать в конце катки. Такие вот дела. Пацаны, я думаю, что это прям... Это убьет просто все сомнения о том, тренировался у нас или нет. Мне кажется, это та тема, которая... Ну, это по сути киллер-фишка. Это очень классно. Но мы будем вместе тратить огромную сумму на эти скины в подарок. Поэтому, чтобы это окупалось бы нам как-то... Ну, 99% это будет выпадать только тем, у кого премка. Потому что премка должна цениться. И мне кажется, этот вариант, это прям то, что нам нужно. Так что плюс чат, кому понравилась эта идея. Только что случайно, случайным образом мы спалили, как это работает. Случайным образом, конечно. Но зато вы первые свидетели всего этого дела. Поэтому поздравляю вас. Вот такие вот дела. Именно у нас это может быть. Поэтому у тех людей, у которых есть премиум аккаунт, они могут вывести себе гребаный драголор, если им повезет. Ну, а так они будут выбивать скины. Какие-либо до 10 долларов, но не меньше там 2-3. Мы будем много выдавать. Делить процент от продаж премиум. То есть, около 30-40% мы будем тратить на скины, чтобы вас бы благодарить за поддержку проекта. Скинченджер. Вы можете играть с любыми скинами, имея премку. Вообще без проблем. Просто прописывайте команды в чате сервера. ВС, Найф и так далее. Отсутствие рекламы. Наши спонсоры поддерживают нас. И внизу мы размещаем их баннеры. Ну, а также на стенах, на некоторых картах. Поэтому, если вы хотите отказаться от рекламы, то вы просто покупаете премку. И через секунду у вас все карты будут без рекламы. Это очень удобно. Иммунитетное ограничение ОВП. На Deathmatch есть только 2 бесплатных хавика. Ну, чтобы не было бы какой-то там имбы, мы сделали ограничение. Если у тебя премиум, ты можешь взять ави, когда тебе угодно. Вообще без разницы. Резервный слот. У нас огромное количество серверов. Где-то хочешь ты поиграть, где-то играет стример проигрок, и ты хочешь к нему присоединиться, но не можешь, потому что забит сервер. Имея резервный слот, ты сможешь это все сделать и можешь зайти к человеку, который играет на заполненном сервере. Это очень удобно. Вот столько фич, и они будут еще пополняться. Мы сделаем новый режим, где будут очень большие привилеги премиум игроков, потому что вы очень сильно нам помогаете. Вы просто не представляете, насколько сейчас это будет цена. Поэтому мы будем все для этого делать. Идем дальше. Мы сделали магазин скинов. То есть, зарабатывая у нас на проекте, ты можешь вводить скины себе в Steam сразу. То есть, ты можешь нажать на это Драголор и купить, зайти в профиль, и он у тебя появится в инвентаре, и забрать. Да, это есть. Это у нас есть. Мы пополняем скины, и совсем скоро здесь появятся девайсы. Logitech с нами сотрудничают, и у нас будут здесь Logitech девайсы, клавиатуры, мышки, наушники и так далее. Это будет уже в это месяце. Ну, чуваки, согласись, эта красота полнейшая. Скинов у нас достаточно, поэтому все смогут что-то вывести. У нас не будет, как на фейсте, ожидания два месяца, пока вывести одни кейсы не сможешь. У меня сейчас на балансе 900 монет. Я могу купить прямо сейчас вот этот Mac 10 и забрать его. И буду играть с ним уже с настоящим скином. То есть, он у тебя будет в инвентаре Steam. Как же зарабатывать эти рубины? У нас очень крутая система рейтинга. Мы поделили игроков на 1 и 5 левел фейсит, на 6 и 10 и на лигу про игроков. У нас огромное количество проигроков, около 300, и чтобы им было бы более интересно у нас играть, мы сделали им такой вот подарочек. Смотрите, сейчас, если ты делаешь киллы, то ты получаешь за каждый килл какой-либо балл. В итоге, люди делают 18 тысяч киллов, зарабатывают 65 тысяч монет, и они гарантированно могут выиграть 3000 монет. 3000 монет это плюс-минус около 3000 рублей. Дальше, у лиги опытных, если ты 6-й либо 10-й левел в этом промежутке, то ты можешь заработать не 3000 рублей, а 5000 за первое место. Look at me заработал в прошлом месяце, если что, просто огромные деньги, там, 1025 мы выделили рублей, потому что он поверил в наш проект и просто так работал. Точнее, не работал, а просто играл. Так, и лига проигроков мы делим на проигроков, которых у нас огромное количество, 20 тысяч рублей в месяц. Первое место получает, опять же, 7 тысяч рублей. Такие вот дела. RedHide, Panic, Funder, Kinzor. Короче, это огромное количество проигроков, которые выбрали нас и у нас тренируются. Поэтому ты можешь присоединиться, если ты проигрок, если ты в промежутке 6-й, 10-й левел можешь присоединиться. Чтобы начать играть в соревнованиях и попасть в список, тебе всего лишь надо делать 1 килл у нас на проекте, и все. Ты уже в статистике, ты можешь поднимать свой слот. Вот, помощь, понятное дело. Здесь какие-то вопросы популярные, какие-то правила на Джейли, к примеру, и так далее. Это все у нас есть. Так, у нас профиль появился. Он немножко переобразовался. Появилась шапка, как на Ютубе. Статистика, когда ты был. Твой Элла. Тредоффер, чтобы тебе скин отправить. По сути, твоя статистика по картам, где ты играл мои киллы. Ну и самое главное, инвентарь. Те скины, которые тебе будут падать. Из каток, из магазина, которые у нас есть на проекте, и так далее. То есть, у нас есть много чего интересного здесь. Ну, а самое последнее, это пополнение. Чтобы все это делать, понятное дело, нужно пополнять баланс. У нас есть пополнение теперь скинами. Поэтому это очень удобно. Ну, или деньгами. Любая платежка, вообще без проблем. Все мы для тебя организовали. Такие вот дела. Сейчас у нас свободных серверов около 625. Поэтому я уверен, что у тебя есть возможность присоединиться. И у тебя не будет проблем, что не будет слота. Я тебя очень сильно жду. Но сейчас Аункере расскажет вам, где нужно тренироваться, где он тренируется, чтобы стать лучше в CSGO. Я давно не делал такой ролик про Собершок, а это нужно. У нас огромная аудитория, я не могу этим не пользоваться. Вы сами это понимаете. Я уверен, что онлайн вырастет очень сильно после этого ролика, потому что тренировки нужны. И Аункере сейчас это докажет. Всем привет, ребят. Как вы поняли, это Женя Аункер. Сейчас я вам расскажу, как нужно правильно тренировать свою стрельбу и тренироваться на Кибершоке. Итак, на Кибершоке как вы видите очень много всяких режимов. Давайте выделим самые главные из них, на которые нужно заходить и прям тренироваться. Я думаю, первый это ДМ, второй это Пистол ДМ. Это очень важные режимы. Это тренировка вашей стрельбы и позиционирование прицела. Третий приоритет я отдам, наверное, КЗ и Сюрфу. Объясню, есть автобехоп, на котором вы просто прыгаете, да, то есть вы никак не развиваете свой навык передвижения. Вы просто зажали пробел и прыгаете, но хотя быхоп тоже очень важен. Я советую всем новичкам, те, кто плохо двигается, заходить на КЗ или Сюрф и там тренировать свои движения. Итак, ребят, давайте зайдем на КЗ и я вам расскажу, почему все же стоит тренироваться на КЗ, почему оно так важно и так далее. Итак, ребят, мы зашли на рандомную карту КЗ. Собственно, сейчас я вам расскажу преимущество КЗ над бехопом, что, допустим, на автобехопе есть бехоп, который ты зажимаешь пробел и просто прыгаешь. На КЗ такого нет. На КЗ ты просто прыгаешь на колесико благодаря только твоим скиллам и так далее. То есть ты оттачиваешь свои движения, чтобы потом не врезаться в всякие текстуры и не застревать нигде, как многие ребята это делают. Я сам, кстати, раньше, когда с Куршом в Намасе играл, у меня хейтили за это. Играл с Куршом? Да, в Намасе. И я не специально врезал себя во всякие стенки, то есть я бегу и случайно задеваю стенку. То есть, а я этого не осознал, и надо мной, ребят, рофли. Когда я начал тренироваться на КЗ, у меня исчезла эта проблема и я начал лучше двигаться по карте. Так что тут же всем советую. Итак, ребят, мы заходим на рандомный сервер Сибершока на ДМ. Многие ребята меня спрашивали на стриме, как нужно правильно разминаться в кейсе, почему они разминаются по 2 часа, а потом заходят в фейс-откатку и набивают 5 фрагов. Итак, парни, сейчас я вам расскажу секрет успешной разминки. Вам не нужно разминаться по 2-3 часа на бытах и на ДМе, чтобы круто стрелять. Для этого вам хватит 5-10 минут поиграть в бхоп либо кз, дальше зайти на ДМ и почувствовать сенс буквально 20 минут. То есть, этого вполне достаточно. А 2-3 часа это уже тренировка, после которой вам не стоит запускать 5х5. Итак, как же разминаться? Как же правильно нужно разминаться, чтобы набивать много фрагов? Вы просто заходите на любой дизмач и стреляете так, как вам угодно. По тапу, по спрею, вообще не важно. Вы просто разминаетесь, чувствуете клавиатуру, текстуру карты, сенс, стрельбу. Какие еще режимы ты можешь посоветовать? Вот, какие ты играешь? То есть... Какие режимы я могу посоветовать? Ну, давай, начнем. Я играю ДМ, играю Пистол ДМ, они очень важны. Пистол ДМ, я раньше никогда, кстати, не играл, но я начал отслеживать свою статистику, что, когда я начал очень много играть Пистол ДМ, то в пистолетке я стал убивать больше, чем обычно. Также я посоветую играть в ретейк, хоть я нечасто его играю, но они очень побывают. Мы, когда с командой начали, именно с командой, то есть, разбирать ретейки, потом их играть в игре стало в разы легче, так что, я думаю, вам тоже поможет. Сюрф, Бхоп и КЗ, это очень важно, парни. Так, но если говорить про мои тренировки, то я тренируюсь, на самом деле, только на Десматче и на ретейке. Захожу иногда побегать на Бхопе, когда хочу подчерить под музыку. Но я хочу вам рассказать про развлекательные сервера. Если вы не любите тренироваться, если вы любите рофлить просто, у нас есть режимы, это мини-игры, где творится какой-то полный бред, но это забавно. Это реально забавно, я вам сейчас покажу, как это у нас работает. Люди вообще делают какой-то полный бред, здесь играют 10 левел, что за бред? Это чилл-режим, где ты можешь собраться с друзьями, поиграть. Какая суть? В начале раунда ты спавнишься и ты выбираешь режим, и вы этот режим играете. под очень классную музыку. И все. Это так просто, но, чуваки, это тайм-хиллер, поэтому вы почувствуете это. Вот, смотрите, сейчас у нас начинается раунд. Таких карт очень много, около 30-40. Начинается раунд, и сейчас мы должны будем добежать до точки. Музыка. Так, ну все. Кто-то успел первую, и он выбирает режим. Вот все режимы, огромное их количество. Так, и все. Так, что это такое? Это сюрф какой-то. Я без понятия, что это? Ну, кто-то, кто первый добежал, наверное, сейчас будет всех убивать, да? Да, он режет. А, нет, стреляет. Его ему нужно зарезать. А, все, все, мы проиграли. Мы проиграли. Вот тот, кто первый добежал, он нас убивает. Короче, такая вот тема. Это бессмыслица, но это забавно. Я вам всем советую поиграть хоть раз. У нас карта достаточно, вы можете найти себе что-то интересное. У нас 4 сервера. Идем дальше. У нас есть новый режим, это пистолет ретек. Это ретек, только у тебя только пистолет на раунду, ты отрабатываешь в пистолетке. Это важно. Ноускоп ДМ, это где ты бегаешь только с ноускопом. Там не включается прицел. То есть, обычно ты смачь, только с АУП. Джейл. Чувак, я тебе сейчас покажу, что тут творится, смотри. Там люди активно играют, там у нас админы, роли. Все очень классно. Народу реально заходит. И онлайн у нас всегда там есть. Почему мы не добавляем новые сервера? Потому что у нас 8 админов на этих серверах. И лучше сделать 2 сервера шикарных, чем много и там не будет админов адекватных. Джейл. Это прям развлекуха полная. В плане... Это как РП. Вы играете роль заключенного и за вами следит полиция. Вы должны выполнять все условия, которые они говорят. Но в итоге, когда на вас не будут смотреть, на вас не будут обращать в нем мани, вы должны будете сбежать, найти оружие и убить охранника. Такие вот дела. Это очень такая забавная штука. Это роллплей. Поэтому попробуйте обязательно. Кто шарит за 1.6, это было там. И... Объяснять даже нечего. Также мы сейчас занимаемся созданием режима маньяк. Кто знает, у нас он сейчас будет. Ну а также у нас будет Death Run. Такие дела. У нас огромное количество серверов и мы себя очень сильно ждем. Сейчас наш онлайн около 3500 человек. Поэтому я надеюсь, что после этого ролика большая часть моей аудитории узнает про этот проект и присоединиться, потому что мы с каждым днем становимся больше и уже подключили некоторую часть Европы. Сейчас наша цель это там заполнить сервера. У нас пока что с этим огромнейшие проблемы. Спасибо большое всем и попробуйте потренироваться перед следующей игрой в матчмекинге либо на фесте на Сайбершок. Если не почувствуете разницы, то будем думать. Но этого не должно быть. Разминка перед играми нужна. Это вам скажет FPL игрок. Ну бывший. Не вернут FPL, вернее вообще. Да, это... Ну разминка же помогает. Ну хоть какая-то. Абсолютно так. Всем спасибо, всем пока. Пока.